Вещи не должны быть. Перемолотые. Их надо хоть как-то, но для меня сложить. А куда? Каждый сезон мы собираем вещи, подходящие под погоду, под климат. У нас есть дневник, в котором мы записываем отчеты. Вот у меня есть предложения, отчеты. Мы тут записываем. Мы его недавно начали. Мы еженедельно проводим классные часы. Один из классных часов был классный час, посвященный теме волонтерства в России. Тем более, что прошлый год был ознаменован именно этим событием. Ребята услышали, поняли и, естественно, захотели попытать свои силы. Возникла сразу идея о том, что мы можем помогать, но вопрос кому? Денежная история должна быть сразу исключена, поскольку дети маленькие, денег они не зарабатывают, поэтому распоряжаться они ими не могут. Мы позвонили в фонд справедливой помощи доктора Лизы. Это мне пришла идея. Сказали, что готовы сотрудничать. Но весь этот год мы отправляли гуманитарную помощь, дети разработали специальные визитки с логотипом нашего апельсина и подписали в город Серпах мой контактный номер телефона. Они не писали, что это какой-то класс. Уже потом они приехали в подвал на Лунице Пятницкой, рассказали вместе с родителями о том, что мы делаем. И дали дорог, что на протяжении года, календарного года, мы не говорим на тему благотворительности вообще. Мне очень хотелось, чтобы дети в своей душе, в своей голове поняли, что если ты помогаешь какому-то другому человеку, это не повод для гордости, не повод для гордыни. Они сдержали свое слово, и на протяжении года об этом даже не знали ни мои коллеги, ни мои друзья. Мы занимались этим очень тайно, но достигли на сегодня неплохих результатов. Собрали за до почти 6 тысяч наименований взрослой и детской одежды, продукты питания, лекарства, средства гигиены, одноразовая посуда, игрушки. Все это они передали в фонд «Справедливая помощь доктора Лизы» для тех, кто действительно нуждается в помощи для бездомных, больных, одиноких и инвалидов, для тех, кто лишился жилья и средств к существованию. Свою волонтерскую организацию «Ченьки 7-го АА» школой номер 4 назвали «Фанни Оранж» – веселый апельсин. Этот фрукт ребята ассоциируют с солнцем и добром. Они не только собирают гуманитарную помощь, на встречи с представителями фонда предлагают и другие способы сотрудничества, например, провести праздник в Доме Милосердия. Я когда сидела сегодня на встрече, я думала и прикидывала, а сколько же я знаю таких подобных проектов по России. Я тоже их знаю буквально очень-очень немного по пальцам одной руки. Это уникальный действительно проект, и здесь прекрасный симбиоз чудесных детей, прекрасных, очень правильных родителей и, конечно, великолепного педагога. Общая идея педагога русского языка и классный руководитель Евгения Елунина смогла увлечь и детей, и их родителей. Вместе собирали вещи, мониторили в интернет-магазинах цены на продукты и лекарства. Покупали все строго по спискам, которые присылают из фонда. Именно туда стекаются запросы от тех, кто нуждается в помощи. Тушенка – 56 рублей. 56 – это какая выгодится, но из говядины. Найти качественные товары по низким ценам, изучить рынок, составить отчет о проделанной работе. Уже в седьмом классе ребята учатся анализировать, работать в команде. Но главное – с юных лет понимают, как важно помогать и поддерживать тех, кто в этом действительно нуждается. Это многогранный проект, который работает на всех. Дети не просто помогают другим людям, это еще и их воспитывает как очень эмпатичных, правильных людей. Которые видят чуть дальше, чем собственный круг и собственные интересы. Я бы очень хотела, чтобы в какой-то момент у нас все общество было таким. Класс разделился на шесть групп. Каждая отвечает за сбор разных предметов. К волонтерству ребята привлекают своих родных, друзей, рассказывают о возможности помочь в социальных сетях. Очень часто отдают свои вещи и даже с любимыми игрушками расстаются не жалея. Немецкая овчарка-собачка, которую я выиграла, когда мне было пять лет. Я ее любил и сейчас понимаю, что она кому-то будет нужнее. У каждого положение разное. Допустим, кто-то может себе позволить дорогие телефоны и технику, а кто-то элементарно не может еду, допустим, купить ребенку. Ну, надо помогать таким людям, потому что все люди одинаково равны, у них все одинаковые права. Для того, чтобы обучать детей социальному волонтерству, Евгения Елунина прочитала немало специальной литературы, консультировалась со специалистами благотворительного фонда. Конечно, в свободное от работы время. Обязанности классного руководителя она не делит на те, что положено выполнять, согласно штатному расписанию, и те, что от души. Уверенные дети и родители в ее классе, так же, как она, влюблены в одно дело. В период моего первого классного руководства я столкнулась с проблемой, когда детям нужно организовывать в неурочное время. Родители с учетом тяжелого рабочего графики не могут этим заниматься, как бы они ни старались. Я сегодня и сейчас воплощаю ту идею, которую 6 лет назад подал мой выпускник. Вот он мне тогда сказал, Евгения Булатова, нужно помогать тем, у кого нет ни родственников, ни помощи, ни друзей. И я сегодня в своем действии воплощаю ту идею, которую он, к сожалению, не смог сделать, потому что он трагически погиб 10 января этого года. И в этом проекте участвуют не только дети нашего класса, но и мои выпускники, которые в память о нем это делают. Мы делаем то, что не успело. Среди главных проблем волонтеров – доставка собранных вещей в фонд доктора Лизы. Раз в два месяца требуются помощники, чтобы отвезти посылку. Классный руководитель признается, сегодня они готовы расширять свою организацию и будут рады новым добровольцам. Среди них предприниматель Вячеслав Орехов. Мне позвонила их классная руководительница Евгения и попросила доставить гуманитарную помощь в Москву. Разумеется, я не смог отказать. И вообще я рад, что у меня появилась такая замечательная возможность помочь фонду, помочь детям. Я с удовольствием это сделал. И в целом я считаю, что каждый предприниматель должен оказывать посильную помощь тем, кому она действительно нужна. Теперь предприниматель тоже в команде «Веселый апельсин». Он уже пообещал помогать ребятам и дальше. Кстати, волонтерская организация «Фанни Оренч» отпраздновала первый день рождения. В честь праздника президент фонда Татьяна Константинова каждому вручила благодарственное письмо и браслет с хэштегом «Всегда человек». В свою очередь родители и школьники подарили гостям символ их организации – апельсиновое дерево. В нашем мире сейчас о доброте и милосердии немножко как-то ушло в сторону, вот эти качества человеческие. Не хотим, чтобы наши детки чествели душой, понимаете, чтобы они обращали на окружающих тем, кому нужна помощь, чтобы они немножко не только о себе думали, но и думали о других. В фонд «Справедливая помощь» доктора Лиза существует уже более 12 лет. За это время помощь получили тысячи человек. С 2014-го волонтеры занимаются организацией лечения тяжелобольных и раненых детей, оказавшихся в зоне боевых действий на юго-востоке Украины. И даже после трагической гибели основателя фонда Елизаветы Глинки работа не остановилась. Ее единомышленники продолжают и развивают традиции милосердия. В конце 2019-го в благотворительном фонде подводили итоги. В рамках дискуссионной площадки презентовали самые успешные проекты помощи людям, попавшим в трудную жизненную ситуацию. Среди спикеров и Евгения Елунина. Она стала лауреатом премии фонда. Вместе с ребятами они теперь полноправные участники команды «Всегда человек». Редактор субтитров А.Семкин